На полную функциональную зависимость следует обращать внимание, когда независимый атрибут, от которого у нас зависит другой, является составным. В этом случае зависимый атрибут может полностью или не полностью зависеть от каких-то подмножеств независимых. Например, если независимый атрибут является потенциальным ключом, который состоит из нескольких атрибутов, например, А, являясь потенциальным ключом, может состоять из двух различных атрибутов, пара которых однозначно определяет кортеж в нашем отношении. При этом атрибут Б может зависеть от какой-то части, от какого-то подмножества этого ключа, например, только от А1, и при этом не зависеть от А2. Это означает, это говорит о том, что Б не полностью функционально зависит от всех подмножеств А. Требование ко второй нормальной форме выглядит следующим образом. Прежде всего, отношение должно находиться в первой нормальной форме. И следующим условием является то, что каждый атрибут, который не входит в первичный ключ, должен полностью функционально зависеть от первичного ключа. Это означает, что атрибуты, не входящие в первичный ключ, должны зависеть не от какой-то части первичного ключа, а от первичного ключа в целом. Проверка требований для второй нормальной формы необходима только в случае, если существует какой-то составной первичный ключ в отношении. Как правило, для отношений выбирают некоторый идентификатор, то есть один атрибут, который является первичным ключом в данном отношении. Для этого случая получается так, что все остальные атрибуты, если они зависят от первичного ключа, то они зависят от всех подмножеств этого первичного ключа, который состоит из одного атрибута. Соответственно, все такие отношения уже находятся в второй нормальной форме. Обычно составной первичный ключ возникает после декомпозиции отношений, в которых были связи многие ко многим, то есть после приведения отношения в первую нормальную форму. Продолжение следует...